Смотрите, вот Дом культуры у нас, да? Он стоит сколько? 84 миллиона, правильно? А тут 270. А чем он отличается? Чем он отличается? Здесь каменный, кирпичный, да? Из красного кирпича. Ну, я не разберу, сейчас пока не смотрю, значит, как это сказать, достроенный или не достроенный в этом плане. Я вот просто по основой, как в полиции, понимаешь, да? Функционально же одно и то же. Ну, компактно, не 7-метровая высота, значит, что там из сэндвич-панелей не смогли сдать, что здесь из кирпича они не смогли сдать, правильно? Так вы же, да, занимаетесь, что не сдаёте-то? Ну, как бы сейчас сложность с банком у нас, мы не можем продлить банковскую гарантию. Ну, а это чьи проблемы-то? Наши, там числе тоже. Ну, а чьи ещё? Мои? Нет. Нет. Ну, просто нюансы с банком. Поэтому мы тут не можем понять, в чём нюанс. Вот сегодня должны они дать окончательный ответ. Ну, хорошо. А если они не дают ответ, мы, значит, объекты как бы на будущий год образом не сдаём, правильно? Ну, я думаю, мы там, есть у нас нюансы, что мы можем через суд продлить сроки и как бы достроим. Давайте так, лучше я через суд, точнее, через прокуратуру возбужусь, чтобы вас привыкли к ответственности, потому что деньги федеральные. Кто-то должен, Сергей Евгеньевич, нести ответственность за это. Кто у тебя в администрации там? Это тоже плохой манёвр. Вы изначально сюда завели культуру, чтобы самому не отвечать здесь, да, как глава, а переложили на подчинённых, это тоже неправильно. Понимаете? Вы мне разные варианты говорите. Вот, если там банк нам разрешит, а если он нам не разрешит, а это да. А если мы это, если мы до объекта не сдаём, по закону как? Деньги уходят куда? В федеральный бюджет. В федеральный бюджет какие претензии к области? 10% от стоимости. Он должен штраф заплатить, будет область. Нет, может быть, и Роман Вячеславович там проводит совещание и скажет, да нет, это всё хорошо, мы заплатим, мы поможем, значит, подрядчику сдать объект, потому что у него проблемы с банком, у него финансирования нет, но, извини меня, он ездит на машине за 15 миллионов, а я как депутат Госдумы на ЛАД езжу, понимаешь? Но он объект за федеральные деньги не может задать. Слушайте, это деньги жителей, это налоги жителей. Вот у него спроси, на 15 миллионов он ездит на машине, все ли он налоги платит или нет. Возможно, нет, возможно, и поэтому у него проблемы в банке. Ребят, я не знаю, но так не может быть, Сергей Евгеньевич. Коллеги, ну, извини, так не может быть. Слушайте, деньги выделены, в чё вы тут не смогли сделать, с кем не смогли сделать, почему начали уже только лишь фактически летом, так или нет? Когда вы приступили к объекту? Ну, приступили весной, а фактически... Весной приступили. То есть он конкурс весной выиграл, сидел до лета, ждал, потом, я помню, все героически, знаешь, создаём проблему, потом пытаемся все её героически решить за неделю до Нового года, да? Вот сейчас губернатор совещание, вы знаете, проводит сегодня, я читал, правильно он делает? По всем подрядным, по всем объектам, которые не вводятся. Поэтому, слушайте, я не знаю, идите в банки, давайте под залог машину свою. Я думаю, может, банк пойдёт навстречу тогда, но банк понимает, что деньги государственные. А здесь я тебе говорю, создаём проблему, потом все героически решают. Мне тоже надоело уже. То блоки ему, значит, решайте, давайте в Саратове, то, значит, кирпич откуда-то везите. Слушайте, ну это не стройка, ребята. Завтра, встречаясь с Филиппенко Сергеем Владимировичем, один из вопросов у меня будет этот объект. Здесь нет бизнес-финансирования совместного. Так или нет? Но надо отвечать. Почему не смогли? Слушайте, дальше разбирайтесь. Кто там виноват, кто там кому гарантию должен банковскую дать, кто не должен был дать, но так не бывает. Без обиды. Поэтому можете в суд обращаться, как вы говорите, будем там судиться. Чего вы будете судиться? Вы контракт на год? Да, увеличение сроков. Какие вам увеличение срока? Вы на год брали или нет? Вы сделали или нет за это? Нет. А какие вы вам ещё? За что вам сроки брали? Ну за что? Да. Получается, что у нас экспертизы изначально не было. Не брали экспертизы на срок экспертизы. Вы на объект зашли. Ну, а потом ушли в экспертизу. Ну, так это ваша проблема. Так надо дуэтом было судиться. Так я думаю, прокурор разберётся. Правильно? Ну, конечно. Ну вот я про это. Я про это. Знаете, Сергей Георгиевич, извините меня, но виноват, отвечаю. Не виноват. Пускай определит, кто виноват. Но жители не должны быть и виноваты. Вот я буду. Хорошо? Хорошо.